нло полетела ничего себе вот это да а я всю ночь у фонариком светил не мог понять кто это плавает блин плывет прямо на моей леске сейчас зацепит бонжур дамы и господа я рад вас приветствовать любители рыболовных приключений мы снова в деле друзья и так рассказываю быстро времени нет вообще на завтра передают грозы послезавтра грозы и так дня 4 все выходные будет лупить сильный дождь сильный ветер гроза короче самая ужасная погода которая только может быть но сегодня у нас еще есть шанс порыбачить и поймать какую-нибудь интересную рыбину 8 вечера залетел я в рыболовный магазин по-быстрому купил мотыля парыша взял свои снасти и бегом на реку естественно уже многие интересные места все занято рыбалка не запланирована вначале я очень расстроился думал все буду сидеть дома дожди ливни все мои планы накрылись потом думаю не будем терять время у нас же сегодня еще есть целая ночь впереди пока еще вроде бы ливни не обещали данной ночью и так прилетел я нашел вот такой вот местечко глубина здесь два с половиной метра 2 2 с половиной возле этого берега идет русло сегодня у меня два фидера и одна донка на флэт стоит здесь две два фидера оснастки и нулайн и так рассказываю вот вдоль вот этих вот кушина вдоль берега идет русло один фидер вот этот дальний кинул на выход с русла второй фидер кинул к этому берегу ближе на вход в русло и так один возле берега на входе русло другой дальше на середине где-то на выходе поводки сантиметров по 50 60 крючки по овнеру где-то 14 номер надеты и там и там опарыш что у нас тут флэт кинул я в центра русло это где-то метров 20 от берега забил его нашей вот этой вот мастер очкой так как сказал уже передают ливни приятель который обещал меня свозить на вот этот дикий водоем половить карпа на это болото сказал что в такую погоду ехать туда нереально утонем ну говорю ладно нет так нет не пропадать добру так что флэт забил я наши вот этой вот мастер очкой пульнул на крючке 4 опарыша здесь же у меня не было времени когда приготовить прикормку залетел я магазин купил мотыль опарыш купил я прикормку прибыл на магазине самая простая какая-то лещовая схватил я две пачки одну светлую одну темную все это дело смешал купил уже там арома какой-то на леща забодяжил все это дело закинул и вот наконец-то время 8 40 у меня все готово здесь набрал ведро водички руки мыть надел светлячки уже колокольчики все по фэншую планы у меня были вообще-то залететь на залив ну блин сегодня обещали ветер ночью даже 21 метр в секунду это короче ураганистый уже где-то в 10 утра завтра обещают грозу ливень поэтому время у нас ловить ночь и утром решил я не испытывать судьбу потому что на заливе могла бы такая волна что мои фидеры было так болтыхались поклевки не видно было здесь же волны нету пока тишина меня все устраивает рядом есть там рыбаки проезжал спросил сидят со вчерашнего вечера пару подлещиков ну а когда погода наладится мы обязательно поедем на линя обязательно поедем на это болото будем ловить на мотыля будем ловить на опарыша есть у меня еще даже кормовой мотыль я его буду в кормушку пхать есть у меня вот такая интересная штука резиновый мотыль я сюда напшикал дипа дуная флечь так что если у нас закончится мотыль от супер клёво перейдем на резиновый но и так попробуем резиновый может что-то будет клювать и только что такой загиб был фантастика конечно жалко что он одинарный они так ударил леска упала и погнали наши городских ну что ж меня это радует рыбка значит подходит рыбка хочет что-то есть такой загиб вывернула просто капитально блин я там с этим флэтом пока там крутил вертел мутил а у меня тут нет крючка блин оторвало что ли елы-палы капец короче пошел я перри закидывать флэт смотрю у меня удилище согнула леска упала потом опять согнула леска упала я его быстрее кидаю подлетаю все ладно ставлю другие поводки сейчас у меня стояли тоненькие леска 011 но такая как бы зимняя версия шляпа редкостная ставлю я сейчас нормальную к нибудь 014 и продолжаем значит лечь подошел ребята я говорил это будет тема смотрите какие здесь вот облака да и смотрите что идет оттуда во это просто капец ухи бахни сейчас то бахнет елы-палы там все черное просто смотрите как гнутся деревья мой блин опять попал самое пекло то на машине ехал на трассе меня споймала такая погода сейчас здесь а здесь такая проселочная дорога я сюда заезжал и сейчас ее зальет фикер знает как я отсюда буду выезжать ё-моё да что ж так не везет это не сезон это просто какой-то кошмар у меня из наверно 15 рыбалок ну 12 точно вот такие вот случаются валит дождь сверкает гремит все лопанул ливень друзья град барабанит ой блин сверкает и град лупит по машине ё-моё я уже переживаю там мои фидеры может по улетали куда надо было с воды их достать блин если я приду а их нету где уплыли это будет жестоко останусь я без удилищ ну капец сверкает град ливень это просто ужас как тут можно ловить рыбу нет слов просто реально нет слов видно меня или нет ну что вроде бы дождь закончился гроза ушла перезабросил я фидеры на одном висела густерка с пол ладошки на втором на флете было все окей флэт не тронули два вот этих ближних фидера 2 поймали по густерке но открыли видать шлюзы так как прошел ливень может воду сбрасывать погнала столько мути постояли мои фидеры минут пять поклевок не было решил перезабросить на одном пучок травы на втором вообще к это коряга висела сейчас обратно перезабросил будем пробовать будем смотреть не знаю как повлияет клев на рыбу как повлияет погода на рыбу без понятия но до грозы ухи клювало я не знал такой фидер хватать флэт раз пять минут где-то позванивал сейчас вот перезабросил пока грустно ну подождем сейчас может рыба немножко очухается после этого ливня и начнет опять себя проявлять смотрим ребята была поклевочка и вот видно вам не видно первый такой хороший подлещик почти лечь есть сейчас ночи ну что ж давайте ловить возможно нам улыбнется сейчас еще удача смотрим итак друзья пол пятого утра . пролетела в 12-30 был отличный загиб поймал почти леща такого подлещик на грамм 500 потом тишина что это по не делал уже и дальше кидал один фидер ближе перетягивал с бровки на бровку в центр русла ничего не помогало пучок мотыля пучок опарыша длиннее поводок короче поводок в кормушку опарыша в кормушку мотыля ничего все рыба как вымерла не плюс один получил я тоже такой как удар под их видать прошли эти грозы ливни пооткрывали шлюзы течение я с вечера ловила мне кормушки были 45 грамм чуть-чуть вроде бы так подтягивала одну нормально лежали потом смотрю у меня все начало резко ночью утягивать поставил я 50 грамм тянет 60 грамм тянет 70 грамм по чуть-чуть все равно стягивает короче было мне одна кормушка 70 грамм 2 80 все больше у меня тяжелее не было вернее все равно и 70 грамм тянет и 80 грамм тянет когда еще с кормом забиваешь закидываешь вроде бы стоит секунд наверно 30-40 и смотришь корм вымола то бишь корм на точке не лежит его сразу течением где-то утягивает ну и соответственно и рыба на точке не стоит потому что корму мгновенно течением уходит в сторону корм взял увлажнил сделал его более таким липким пластилином чтобы хоть как-то немножко его держать на точке потому что если был как вначале сухой то его мгновенно он улетал флэт перебрасывал тоже за ночь раз наверно 10 тоже глухо ни одной поклевки и вот здесь на 1 и 2 фидер тоже больше поклевок я не увидел 1 поклевка в 12-30 я довольный началась раздача сейчас понесется но на этом раздача и закончилась не угадал с погодой синоптики обещали что с утра где-то должна была начаться гроза дождь началась с вечера и не ожидал я что после грозы здесь пооткрывают шлюзы и начнется такое течение 80 грамм кормушку несет я конечно был дико удивлен ладно мы ничего не потеряли мы наоборот приобрели теперь будем знать про это место что если здесь есть течение шлюзы открыты делать тут скорее всего ничего теперь если ехать на это место надо так заехал течение несет сворачиваешься уехал если шлюзы закрыты течение нет можно садиться и попадается здесь хорошая рыба с вечера были у меня отличные поклевочки когда было минимальное течение и было все по фэн-шую так что будем заезжать проверять заехал кинул грузик смотришь не несет стоит значит можно ловить подцепил хотя с кормушкой 80 грамм не особо чувствуешь что ты там тянешь полосатый полосатый разбойник такой размерчик ничего на себя мотылей и два парыша продолжаем поклевка шикарные такие загибы ребята круто а я всю ночью фонариком светил не мог понять кто это плавает блин плывет прямо на моей леске сейчас зацепит одну прошел вторую прошел что это за зверек такой непонятной всю ночь тут плавал вроде не бобр или это бобр здоровый блин как собака вот такой дружок ночью пожаловал к нам ну что отличный подлещик таких бы десятка два вообще было замечательно вот такая красавица рыбка клюнула в 12-30 грузик Ухи дубасил! Ух ты! Ничего себе! Отличный подвесчик пришел! Злобаю! Так, подсачек! Вот он! Это не подсачек! Ухи дубасил! Ухи дубасил! Ничего себе! Сейчас покажу вам! Конечно, небольшой! С ладошку! Но поклевка была зачетная! Вот такой вот подвесчик! С ладошку! Пало, не успеваю! Второй фидер закинуть! Уже на этот дербанит! Вот такой вот! Тоже! Стойте! Да я тебе покажу! Да я отпущу! Все! Упрыгал! Не успел! Ну да ладно, ловим дальше! Два фидера здесь! Поклевки! Во! Точно! вот такая густера пять опарышей уже собираясь домой подошел ко мне там один рыбак он спросил как дела он только утром приехал рассказал ему свои рыболовные приключения и как раз фидер перезабрасываю он говорит а что ты так кидаешь я говорю смысле он нашел русло кидаю один фидер на начало русла 2 наконец русло а флэт кидаю в центр русла нет говорит тоже так типа ловит я говорю смысле кто же так он на этом месте уже раза три-четыре говорит ловил на этом русле говорит клюет днем одна мелочь ну и вечером может поскользнуть что-нибудь крупное но в основном говорит кидать надо совсем другое место он говорит отлично здесь отлавливался ловил и линей ловил и лещей горит был отвернулся грит чуть фидер не утянула грит еле успел схватить показал мне где проходит рыба где ее там тропа были как же я начал кусать все локти ну да ладно я пока не буду говорить так как много людей знает это место и я могу больше туда не попасть так что скоро я туда вернусь будет новая тактика новая стратегия и новая точка ловли так что подписывайся на канал пишем комментарии скоро новое видео пока пока пока